добрый день дорогие друзья с вами игорь это противник на российской 313 сегодня мы разберем самые популярные вопросы по поводу защитных пленок для автомобилей что это такое как они клеятся и на что и так далее поэтому скорее погнали рассмотрим все эти вопросы по своему внешнему виду пленки могут быть двух видов это матовые как на капоте этой машины и глянцевый как будет клеиться на эту деталь то есть понятное дело что матовая пленка у нас придает такой интересный очень эффект но никак не меняет цвет кузова потому что все пленки полиуретановые защитные они прозрачные но еще хочется упомянуть что в последнее время набирает популярность цветной полиуретан который у нас закрывает сразу две задачи это и смена цвета кузова и защиты как раз такого окрашенного покрытия заводского автомобиля итак начнем с того на каких покрытиях используются полиуретановые пленки для защиты кузова во-первых это понятное дело кузовные панели чтобы защитить их от различных повреждений которые появляются у нас на дороге при использовании автомобиля то есть пескоструй сколы камни мелкие дтп притертости такая пленка тоже может принять на себя тем самым защитив сам кузов и первое что хочется сказать самое главное что они используются на окрашенных элементах кузова то есть если допустим у вас на бамперах чаще всего такое бывает нижняя накладка идет из текстурного пластика к сожалению там такая пленка не может использоваться потому что нужна именно идеально ровная поверхность чтобы пленка сюда приклеилась ну и в чем плюс собственно матовых пленок и глянцевых начнем с мата это то что на нем меньше появляется царапин и еще без смены цвета кузова без перерегистрации в гей вы можете поменять внешний вид своего автомобиля и при этом как стать его и защитит на глянцевых пленках здесь на могут появляться царапины но если клеится на машину хорошая полиуретановая пленка с которой мы работаем всегда то она имеет свойство самовосстановления то есть если допустим у вас появились мелкие царапки на кузове при нагреве этой пленки допустим летом на черной машине это самый идеальный вариант вы оставили на улице она очень хорошо нагрелась и все эти царапины она их затянула то есть машина у вас остается на долгий промежуток времени в идеальном своем виде без царапин радует вас абсолютно идеальным своим видом с внешним видом пленок мы разобрались теперь нужно понять их структуру и какая пленка отличается друг от друга не только по внешнему виду но и собственно по своей структуре сами пленки у нас бывают тоже двух видов самых основных это полиуретан настоящий и гибридная пленка смесь винила и полиуретан начнем наверное с гибридной пленки то есть в чем ее плюсы в чем ее минусы плюсы и во первых первую очередь в том что она у нас выходит дешевле по цене то есть можно более бюджетно открыть автомобиль такой пленка она тоже у нас бывает и матовая и глянцевая но минусы заключается в том что она не так сожалению долго ходит не так выдерживает внешние нагрузки видят пескоструй и камней которые прилетают саму пленку и не может обеспечить прям стопроцентную защиту кузова автомобиля от внешних повреждений и если мы рассматриваем полиуретановую пленку то опять же у нас тут идет плюс большой в том что она имеет во первых самовосстанавливающийся слой очень хорошую защиту кузов из-за того что она краски сделаны из хороших материалов и по правильной технологии и минусы и в том что она будет чуть дороже чем гибридная пленка собственно клей кузов автомобиля выходит у нас немного дороже но на самом деле несмотря на дороговизну полиуретановой пленки если мы сделаем перерасчет так сказать на весь срок ее использования на все пять лет на которые она предназначена который есть гарантия от производителя то это выходит на самом деле даже выгоднее чем переклеивать гибридную пленку раз в два-три года зависимости от использования машины тут тоже нужно понимать что машины используются нас в разных условиях кто-то больше ездит по трассе кто-то и больше есть по городу у кого-то большие пробеги за весь промежуток использования сама пленка кого-то меньше и все зависит сугубо от каждого водителя и от конкретной машины но опять же пленка на полиуретановую которому клеим премиального качества дается гарантия от производителя на пять лет за этот срок она не выгорит не помутнеет не пожелтеет ничего не случится в плане внешнего вида здесь можно подвести промежуточный итог на котором мы уже можем понять кому какая пленка подходит для каких целей то есть во первых если вам нужна только защита кузова без изменения его внешне то есть таким как он был он останется после оклейки то лучше выбрать глянцевую пленку и ее можно оклеить не только полностью на весь кузов но и защитить самые опасные зоны то есть это передняя часть автомобиля и все зоны риска которая у нас имеется на кузове автомобиля то есть зона под ручками дверей внутренние порожки зона погрузки багажника эти все элементы тоже чаще всего царапаются можно сделать такой минимальный комплект и заклейки этих зон если вы сильно переживаете о своем автомобиле заботитесь о нем хотите чтобы он на долгий промежуток времени сохранил свой первозданный вид естественно глянцевая пленка можно оклеить уже весь автомобиль второй вариант если вы хотите сменить внешний вид вашего автомобиля без глубоких изменений цвета без перерегистрации в гаи и при этом захотите защитить свой кузов автомобиль вам нужно выбрать матовый вариант который как раз таки не поменяет цвет машины при этом его защитит придаст ему новое обличие будет искать эффект два в одном защита плюс смена внешнего облика автомобиля теперь идем дальше ну и следующим этапом у нас идет подготовка детали к оклейке как это все делается зачем это нужно во первых начнем с того что детали бывают в разном состоянии допустим если это передняя часть автомобиля который у нас уже с пробегом и там может быть большое количество сколов то к сожалению иногда это не получается вылечить из-за большого и количество и приходится перекрашивать это чтобы она уже была как новая и после этого ее защищать если допустим на детали имеются какие-либо царапины мелкие лучше все это изначально отполировать чтобы на пленке не появились вот эти мелкие риски она была тоже у нас как новая если у нас это допустим вот как это панель передняя не имеет себе царапин не имеет сколов мы ее снимаем в идеале то есть чтобы хорошо оклеить и готовим к оклейкой вычищаем все вкрапления из лакрашенного покрытия потому что по мере езды туда может забиваться какая-либо к лодочная пыль битума в принципе грязь может въедаться в лак и для этого сама деталь очень тщательно моется все элементы которые у нас имеют стыки между собой все оттуда вы вымывается вся пыль чтобы она у нас не попала под пленку сама деталь у нас проходится специальной глины которая достает весь мусор который у нас въедается в этот лак и она у нас становится идеально чистой только после этого можно приступать к оклейке чтобы у нас получился идеальный результат ну и после того как все процедуры выполнены мы подготовили автомобиль оклеили его отдали клиенту есть одно важное условие которое необходимо соблюдать это нельзя мыть машину после самой оклейки до первого прогрева и коррекции пленки эту процедуру мы делаем тоже у нас это абсолютно бесплатно при которой мы выполняем собственно саму коррекцию автомобиля его пленка которая на нем у нас есть и мы еще в подарок дарим бесплатную мойку detailing как снаружи автомобиля так и внутри поэтому нужно просто немножко потерпеть в среднем от недели до двух и мы потом все сделаем в лучшем виде у вас будет идеальная чистая и оклеенная сама главная машина и тут же хочется сказать про гарантию на нашу работу это целый год в течение которого если что-то случается с пленкой мы это все исправляем но как правило по опыту скажу что автомобили которые уехали после первого прогрева больше не возвращаются с какими-либо проблемами по оклейке собственно самой пленки но естественно если вы хотите чтобы о вашем автомобиле позаботились самые лучшие мастера сделали все максимально качественно то обращайтесь наши тюнинг-центр в городе краснодар на улице уральская 35 и российская 313 и не забывайте про нашу сеть автосалонов в городе краснодар москва и ставрополь и обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео